Вечерний эфир ТСВ продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работают Светлана Мартынюк и Александра Гашицкая. Внешняя торговля Приднестровья в мае просела почти на 12%. Также снизились и таможенные сборы. В правительстве говорят и о серьезных недопоступлениях в бюджет. Сейчас с нами на связи министр экономического развития Приднестровья Сергей Абалоник. Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Мы уже просто привыкли, наверное, к тому, что каждый раз, когда мы встречаемся с вами на беседу, мы говорим о том, что у нас еще снизились показатели и импорта, и экспорта, и всего, наверное, чего только можно. Насколько еще мы можем вот так вот отмечать это падение? Есть же какая-то точка невозврата. Что происходит у нас? Насколько критична ситуация? Ну, разумеется, точка невозврата есть. К сожалению, вот эти события, о которых мы вынуждены с вами говорить, они формируются за счет внешних объективных условий, да, то есть тех действий, которые в отношении Приднестровья предпринимаются. То есть это и блокировки, это постоянное усиление давления экономического. И, разумеется, при подобном влиянии на экономику Приднестровья, на деятельность экономических агентов, мы с вами будем сталкиваться, конечно, с понижающей динамикой всевозможных секторов экономики, всевозможных направлений внешнеэкономической деятельности, вот как раз как следствие тех блокадных мер. Ну и, конечно, это все изначально происходит на фоне достаточно тяжелой внешнеторговой ситуации, общеэкономической, внешней ситуации, поскольку сейчас в мире тоже все очень нехорошо. Поэтому у нас наверняка бы и не получилось демонстрировать позитивное развитие, даже при меньшей степени блокады в отношении Приднестровья. Но, да, ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению. Ранее возникшие проблемы, они приводят уже к постэффектам, то есть запускаются цепочки событий, которые так или иначе угнетают наших экономических агентов, падает эффективность их деятельности, падают обороты. Это, опять же, является следствием уже сокращения внешнеторговой деятельности Приднестровья. И, к сожалению, все это приносит плохие показатели. К подобным показателям относятся уже имеющиеся данные, допустим, по объему изъятий у наших экономических агентов пошлин Республики Молдова, которые непосредственно поступили в бюджет Республики Молдова. Речь идет о суммах порядка 800 тысяч долларов в месяц. Вот за период с 1 января мы имеем уже выплаты больше 2 миллионов долларов. Для масштабов нашей экономики это очень-очень серьезный удар. Удар именно по экономическому потенциалу, по возможности выживания и осуществления бизнеса нашими экономическими агентами, предприятиями, экспортерами, импортерами. Это удар по потребителям, потому что вот это изъятие более 2 миллионов долларов привело к сокращению торгового оборота до 30%. Причем по структуре сокращения торгового оборота мы как раз видим, на что приходится это сокращение. Это исключительно потребительские товары. Обувь по экспорту, это уже работа нашей предприятии, на 40% снизилась. Одежда на 9%, машиностроительная продукция на 52%. Здесь тоже очевидно, почему мы знаем, что происходит с такими предприятиями, как электромаш. Продукция химической промышленности на 7%. Это уже речь идет о молдав-изолите. А по импорту ситуация скорее связана как раз с потребительским рынком. То есть обувь снизилась на 51%, одежда на 50%. Вот эти два направления, это удар, как правило, по малому бизнесу. То есть те, кто непосредственно работал на... Евгений Анатольевич, эти данные вы за какой период называете? Это первый квартал. Первые три месяца 2024-го, да? Да, верно. Ну, то есть тенденция та же самая. То есть сейчас можно посчитать, что к ним добавился до апреля и май. Это еще минимум полтора миллиона. То есть мы уже подошли к цифре в 4 миллиона долларов ориентировочно. Почему ориентировочно? Это, к сожалению, не данные Государственного таможенного комитета Приднестровья. Ну, вообще наши официальные государственные данные. Это данные, которые наши экономические агенты платят там. Мы далеко не от всех них получаем информацию. То есть это минимальная цифра? Ну, мы видим, мы знаем те группы, по которым производится изъятие пошлин на Республике Молдова. Видим объемы. То есть если оно там прошло, оно и к нам зашло. То есть мы это прогнозируем. Но подтверждающих документов, конечно, нет. Поскольку эти деньги поступают в бюджет Молдовы. Но вот цифры, которые мы вынуждены приводить, оно говорит о резком сокращении оборотов прямо в отдельных секторах. То есть если речь идет о сокращении импорта обуви и одежды на 50%, кожевенное сырье на 41%, вот это малый бизнес. Это предприниматели, которые работают в режиме, либо упрощенном налоговом режиме, либо как обладатели патентов. Это удар вот по ним. Вы произнесли, что вот это снижение по той же обуви, количество обуви, которую завозят, что это связано с потребительским рынком. Можно пояснение, что имеется в виду? Обувь, которая завозится, импортируется. Это не сырье для промышленных предприятий. То есть, как правило, у этого импорта есть конечный потребитель в лице населения Приднестровья. В основном на рынке обеспечения импортной одежды и обувью работают как раз малые предприниматели. Сергей Анатольевич, я правильно понимаю, что это то, о чем мы говорили в январе, что мы не знаем, как пошлины, которые Молдова стала собирать с наших предпринимателей, как они скажутся на их поведение, но мы предполагаем, что плохо. И вот эти цифры, как это все сыграло, да? То есть, они перестали завозить и боятся завозить что-то новое, потому что они знают, что им нужно платить дважды, да? Да, ну тут даже не боятся, теряется смысл импорта. Не конкурентные. То есть, если они вынуждены будут переложить на цену уплаченную пошлину, наш потребитель Приднестровский просто не купит по такой стоимости этот товар. Вот. Поэтому ситуация стагнирует. Понятно, что вот эти сектора бизнеса не обеспечат себя доходом, да? То есть, эффект от этого скажется уже там летом, либо во второй половине года, когда, мягко говоря, может быть, будет принято решение вообще уйти с рынка. А здесь мы уже получим второе следствие сокращения экономической активности. Падение по налоговым сборам, естественно. А это уже вопросы бюджета. Это вопросы обеспечения социально значимых расходов бюджета. То есть, наши социалки, выплаты зарплат, пенсии и так далее. То есть, удар летает. Мы видим, что уже это сокращение происходит, да? Публикуют данные Пресс-службы правительства о том, что налоговые, таможенные поступления снижены. И это напрямую касается целевых программ. Например, из тех цифр, которые наиболее весомые, это фонд ФКВ, все наши стройки. На 7 миллионов меньше рублей поступило. Дорожный фонд тоже меньше, больше, чем на 6 миллионов снижение. Мы так можем остаться без дорог, без ремонтов? Это все придется остановить? Или же есть какой-то запас у нас? Насколько хватит силу республики? Выпадающие доходы, да. Мы видим сейчас доходы первого этапа. То есть, у нас дорожное строительство в республике. У нас восстановление объектов социальной инфраструктуры. Речь идет о фонде КП-положений, то есть там, где строятся школы. Поликлиники, детские сады. Да. Лечебные учреждения, фонд КП-положений. Вот эти два направления, они финансируются непосредственно из пошлин и акцизов. Поэтому, если к нам не завезено такое количество товаров, с которых платилась пошлина, разумеется, этих поступлений нет. Это первое, что мы получаем. То есть, действительно, источники по этим программам сокращаются. И сокращается, мягко говоря, масштаб программ. Но второе следствие, о котором я говорил, мы дальше не получим налоги на доходы, которые непосредственно финансируют социальные статьи бюджета. То есть, это уже даже не программа развития, это текущее потребление государства. Поэтому, вот эти последствия, они, к сожалению, проявляют такую динамику, что мы просто-напросто увидим дефициты в поступлениях. Пока ситуация, вы задали вопрос, да, наличие резервов там, пока она управляемая. То есть, сказать, что вот сейчас прям все закроется. Нет, конечно, мы не остановим эти процессы. Но в дальнейшем продолжать что-то в том же темпе вот точно уже не сможем. Что касается перспектив темпа работ по дорогам, по социально значимым объектам, здесь однозначно последствия в виде понижения вот этого темпа, этих возможностей, объемов направления ресурсов. Они, конечно, уже очевидно снижены. То есть, придется сокращать, выбирать, что важнее, да. Мы видели, да, среди вот этих целевых фондов там миллиорация, фонд поддержки предпринимателей, фонд поддержки молодежи. То есть, вот куча целевых, да, программ, которые направлены на развитие. Мы понимаем, что, да, от ряда из них придется отказаться. Ну, вы сказали, да, что в риске может оказаться, да, и вот, получается, пособие, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, да. То, что будет очень ощутимо каждому из приднестровцев. Но приоритеты, конечно, финансирования разные. То есть, никто не будет продолжать к обважению строительства, но при этом не выплачивать зарплату ни в коем случае. То есть, социально значимые статьи будут обеспечиваться приоритетно. Ну, вот, направлять средства на это обеспечение, конечно, придется с программ развития. И у нас и сейчас ситуация, допустим, в коммунальной отрасли, в инфраструктуре очень непростая. Там нужно большое количество ресурсов для восстановления. То есть, если туда не вкладывалось там в течение десятков предыдущих лет, к сожалению, это тоже все нужно наверстать. Износ колоссальный. Вот сейчас идет замена коллекторов, систем водоснабжения на центральных улицах. При вскрытии там просто нет труб, там гильза в грунте, которая может в любой момент обвалиться. И мы вот это наблюдаем там. То есть, тоже не отодвинешь никуда проблему? К сожалению, да. Она не подождет. Мы будем сталкиваться с авариями, если снизим темп восстановления. Вы неоднократно говорили о том, что для бизнеса, для планирования очень важно, чтобы была стабильность и какая-то прогнозируемость. И это как раз те два показателя, которые нынешняя ситуация, она не может нам обеспечить. Нельзя ничего планировать. Мы видим, что происходит. Это такая общемировая тенденция. И касательно Приднестровья, это еще и ухудшается тем положением геополитическим, в котором мы находимся. Как вообще можно что-то планировать? И на чем вы основывались, когда публиковали тот же прогноз развития на 2025 год? Прогноз развития является обязательной компонентой бюджетного планирования. То есть, для того, чтобы подготовить бюджет, без которого страна не может жить, нужен прогноз. То есть, несмотря на проблемы в прогнозировании, хочешь не хочешь, а проект должен готовиться, потому что он является фундаментом дальнейшего планирования. Разумеется, при подготовке прогноза, особенно в нынешние времена, мы вынуждены формировать некие условия, на основании которых этот прогноз сделан. Безусловно, мы взаимодействуем с нашими предприятиями, с экономическими агентами, получаем от них данные, как они видят планы на 2025 год, видим, в общем, мировые тенденции, экспертные оценки по этим процессам, видим статистику складывающуюся. Вот все вот эти параметры, они ложатся как раз в основу прогноза. Но в этом году условий, при которых прогнозные данные с той или иной вероятностью могут быть реализованы, чрезвычайно большое количество. А прогноз, он учитывает то, что вот сохранится неизменность этих условий. Как все мы понимаем, рисков очень много и вероятности очень высокие, что какое-то из этих условий изменится. Поэтому, разумеется, прогноз сейчас сильно отличается, ну, вероятность исполнения прогноза сейчас сильно отличается от прогнозов даже трехлетней давности, которые были более вероятны в развитии. Приведу пример. Буквально в эти выходные был День легкой промышленности. Я общался с руководителями предприятий. Они говорили о том, что вот у них июнь, программа уже есть запланирована, июль есть. Некоторые видят август, здорово, молодцы, вот эта колоссальная работа, загрузить предприятия на эти три месяца. Но это означает еще и другое, что сентября, октября и далее не видно. То есть есть тенденция, есть пул вот этих покупателей, с которыми предприятие работает, оно может рассчитывать, что сохранится это взаимодействие в будущем году. Поэтому прогноз есть, рисков по этому прогнозу колоссальное количество. Разумеется, этот прогноз демонстрирует понижательную динамику тоже, опираясь на действующую статистику. Однозначно у нас показатели промышленного производства в 2025 году ожидается на 8% ниже, чем в этом году. И причем это такой далеко не пессимистичный прогноз, он скорее близок к объективной оценке на текущий момент. Но опять же, если сравнивать с этим годом, уже стоят у нас несколько предприятий, то есть это уже сравниваем плохую ситуацию с плохой ситуацией. Да, ну вот это и учтено. То есть текущая ситуация, все сложившиеся риски и то, как мы видим в будущем году. Вы привели цифру, что за первый или с начала года по таможенным платежам, что наши предприниматели заплатили в молдавский бюджет порядка 2 миллионов долларов. За первый квартал. За какой? Первый квартал. За первый квартал, да. В начале года, понятно, о таких цифрах мы не могли говорить, мы не понимали вообще, как эта вся ситуация будет развиваться. Вот если все такими же темпами будет продолжаться, мы можем выйти к концу года, мы с вами встретимся через полгода, и вы скажете, да, еще какую-то цифру потерь, если вот такими же темпами будет развиваться. Можно ли говорить, что вот действительно все так и будет, или если станет еще хуже? Ну, то есть у нас появятся еще какие-то вызовы, угрозы, и мы даже вот с этими потерями, которые мы сейчас можем оценить, мы с ними не выйдем к концу года. В самом начале, когда возникла ситуация, и в том числе со стороны Молдовы звучали прогнозы, что вроде бы они этим изъятием заменят те платежи, которые наши предприятия платили за оформление в Молдове, мы сразу декларировали, ну, так, конечно, это была расчетная сумма, вернее, 8-10 миллионов долларов по году. Ну вот, совершенно очевидно, что те 2 с лишним миллиона за квартал, это и есть 8-10 миллионов по году, потому что все-таки в январе, в принципе, бизнес остановил импорт, то есть этот месяц почти выпал, все ждали развития ситуации, а дальше уже как-то более-менее вынуждены были осуществлять эти импортные действия. Соответственно, боюсь, во втором, третьем, четвертом квартале мы получим большие объемы вот этих изъятий пошлин Молдовой, чем наблюдали в первом квартале. Получим те же 10, о которых говорили буквально сразу после введения этих событий. Разумеется, мы наблюдаем по текущей ситуации тоже негативные достаточно явления, связанные с рисками для металлургического завода по совершенно неадекватной ценовой политике в части фискальной монополии, поскольку вот эти решения, они, в принципе, далеки от экономики, причем, на мой взгляд, настолько далеки, что нанесут ущерб не только нам, а еще и себе. Но мы будем на эту тему общаться, и, как я уже говорил, я надеюсь, на здравый смысл. Кроме того, появились существенные риски, связанные с ограничениями из-за экологического законодательства Молдовы. Мы получили эти проблемы еще в прошлом году по авторизации экологической по ММЗ. Сейчас есть риски, связанные с законом об отходах, которые мы наблюдаем со стороны Молдовы. Работу для того, чтобы эти риски нивелировать, мы будем вести, мы будем выводить на разговор наших соседей. Я надеюсь, опять же, на пресловутый здравый смысл в обсуждении этого вопроса. Но совокупность всех этих рисков говорит, скорее, о вероятности, что потери, которые можно прогнозировать, они будут увеличиваться в прошлом году. К концу года, соответственно, какие бы мы ни накапливали ресурсы, резервы, однозначно нам нужен будет запас, чтобы как-то снивелировать. То есть ситуация имеет тенденцию к ухудшению. И вот касательно прогноза, можно сразу сказать, что в следующем году мы точно не сможем позволить себе то, что, я имею в виду, по капитальным вложениям, по вложениям, по целлюленно-программам, то точно не получится так, как это было даже в этом году, не говоря уже про предыдущие. Вы сейчас напомнили о том, что в январе, когда только ввели пошлины со стороны Молдовы для наших предпринимателей, часть предпринимателей выбрала позицию в ожидании, присмотреться, как это все будет работать, и на какое-то время приостановилась. После запустились, может быть, в меньших объемах, может быть, не на всю силу, но наверняка есть те, кто в этих новых условиях просто работать больше не может. Не выдержал. Да, насколько у нас сократилось количество индивидуальных предпринимателей? Как много бизнеса, как много своих дел люди вынуждены были закрыть в этом году? Если есть такая статистика. Ну, понимаете, по индивидуальным предпринимателям, к сожалению, мониторинг достаточно тяжелый. Это не традиционно действующее предприятие, которое ежемесячно формирует отчетность, информирует государство об объемах, о продажах и так далее. С ИП все по-другому. Взял патент, все. Государство дальше информации не имеет. И вот, кстати, это было одним из элементов перехода к упрощенной системе налогоблажения, когда хотя бы государство понимает, видит, что происходит и может в каком-то моменте предпринять действия, в том числе по помощи бизнесу. Поэтому сейчас патенты взятые, они работаются. Просто мы видим оценку ситуации, когда уменьшится количество выкупаемых патентов. Пока по налоговым платежам мы не видим этого сокращения. Но в бизнесе тоже решение взять, закрыть бизнес, оно не принимается в моменте. Это все-таки всегда процесс чуть длиннее. Тут скорее можно говорить о другом эффекте, который ощутит и ощущает не бизнес, а потребитель, наши граждане, об инфляции. У меня буквально сегодняшние данные. Вот я сейчас еще смотрю последние показатели инфляции по маю. К сожалению, показатели, говорящие о том, что наблюдается рост на 1,5% по потребительским товарам, по продовольствию, по-разному, порядка 6%. И в целом мы уже имеем инфляционный показатель 2,6% за 5 месяцев. А годовой план планировался в пределах 4. То есть явно видно, что у нас темп опережает. Традиционная инфляция снижается к концу лета, когда сезонные овощи, фрукты появляются, падают цены на продовольствие. Из хороших показателей, действительно хороших, это можно сказать, что когда исчезло регулирование некоторых продуктов, в частности яйца, это дало возможность нашей организовать собственное производство яйца в Приднестровье. Это продукт, ну, такой очень значимый, хорошо потребляемый. Место импорта начали производить сами. И вот показатели того, что это удалось сделать, вот он в мае уже, это удешевление стоимости яйца на 11%. Ну, это прям приличная цифра. Связано с тем, что рынок, в общем-то, удовлетворен. Росты чуть ли не в 40%. Мы знаем, что на заседании правительства была озвучена цифра о долге в 90 миллионов. О чем идет речь, что это за цифра по коммунальному хозяйству? Если можно, поясните, откуда взялся этот долг? У нас есть исторические долги перед запотребленными коммунальными ресурсами. В том числе сформированы долги в 90 миллионов, в основном сформированы за воду и за отопление. Это долги, по которым уже предприятия обратились в суды. Это долги населения. И суды приняли решение по взысканию. Но, к сожалению, инструментарий судебных исполнителей такой, не очень эффективный. То есть, да, у нас существуют ограничения на выезд из страны, в этом случае, если там не закрыл. Есть там попытки имущественного взыскания. Но сумма в 90 миллионов, которая не вложена в инфраструктуру, создает очень большие риски по потреблению ресурса, ну, электричества, воды, тепла, газа, теми, кто как раз регулярно платит. Добросовестными, да. Добросовестными. Причем, вот я отмечу, что это даже не сильно связано с доходом населения. Потому что у нас одной из самых добросовестных групп по платежам являются как раз пенсионеры. Вот они прямо в первую очередь... Самое уяблено, потому что, да, это оплатить. Вот. И они платят. И, да, у нас тарифы с 16-го года, вот как в 17-м, когда делали, их уже делали, не меняя относительно 16-го. За это время они не менялись для населения. Но стоимость предоставления услуг растет. Вот я приведу пример. Например, у нас кубометр воды, да, там, стоит более 4-х рублей в тарифе. А реальная стоимость предоставления вот этой воды населению уже более 7 рублей. Это реальная стоимость. То есть это нужно потратить эти деньги, чтобы до потребителя донести воду. Вот разницу оплачивает государство, учитывая в бюджете так называемую субсидию. Потому что если ее не заплатить, предприятие не сможет оказать эту услугу. Ну, предприятие же должно зарплату оплатить работникам, материалы за энергетику рассчитаться. Вот. Поэтому вот эта ситуация у нас, к сожалению, тоже она, с учетом сохранения уровня стоимости тарифов, вот, тем не менее, требует ресурсов постоянных для поддержания вот этих социальных тарифов. Разумеется, вот когда эти проблемы существуют, неоплаченные 90 миллионов за потребленный коммунальный ресурс, это беда и риск для наших предприятий, которые это не получили, не сделали то, что нужно было сделать. Поэтому действительно вопрос то, как все-таки эти ресурсы, эти долги взыскать, он стоит. Причем я так скажу, что вот эта сумма, она касается непосредственно тех абонентов, которые каждый месяц оплачивают электричество и газ. Но избегают оплаты. Потому что если за электричество не заплатить, электричество выключат. А тепло не отключат, без воды не оставят. Соответственно, за электричество платим, а за то, без чего не оставят, не платим. Ситуация неправильная совершенно и нуждающаяся все-таки в урегулировании. Сейчас идет поиск решения совместно с депутатами Верховного Совета. Я думаю, что это решение будет найдено. А за какое время вот этот долг в 90 миллионов был накоплен? Ну, наверное, вот за как раз обозримый период, там, в пять лет с лишним. Ну, у нас каждый год услуг в коммунальной сфере, даже вот при этих невысоких тарифах, оказывается на полтора миллиарда рублей. То есть сумма в 90 миллионов за много лет, доля-то небольшая, но это небольшая доля потихонечку нарастает. Да, спасибо большое. С нами на связи был министр экономического развития Сергей Оболонник. Ну, а это было экспертное мнение. Не переключайтесь сразу после нас. Новости на ТСВ и все самые важные события этого дня. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин